Любовь под стук колес. В Нижнем Новгороде начали судить парочку, которая предалась чувствам прямо в поезде метро. Страстных любовников не остановили ни жесткие сидения, ни другие пассажиры. Очевидцы сняли бурные утехи на видео и разместили в интернете. Как оценили выходку следователя, расскажет Кирилл Попов. Это был пиар или это просто такое было сильное желание? Сильное желание. Да? Да. И да, вы встречаетесь с девушкой? Без комментариев. В этом застенчивом молодом человеке сложно распознать Казанову. О своих любовных похождениях он предпочитает не распространяться. Пикантные вопросы игнорирует и его спутница. Пускается на утек от журналистов. Вы подумали о других людях, которые могли быть в метро и все это видели. Такие подробные расспросы молодых нижегородцев не праздный интерес. Парочка отвечает перед законом. Их судят за то, что день Святого Валентина они отметили в буквальном смысле с размахом. Занялись любовью прямо в вагоне метро. Не обращая внимания на других пассажиров. Следующая станция Московская. Эти кадры сделаны в феврале текущего года невольным свидетелем бурных отношений. Час пик прошел. И вагон поезда нижегородского метро почти пуст. Но влюбленные все равно оседлали одно сидение. До их бури страсти большего и не требуется. Дама сидит на коленях у своего кавалера и делает недвусмысленные движения. Порой даже играет на камеру. За 7 минут, которые длится запись, молодые люди успевают поменять несколько поз и проехать пару остановок. Отношения тех людей, которые сидели, все это снимали, может быть, хихиклили, это непонятно. То есть так же могли связаться с машинистом. Так же машинист мог бы вызвать наряд в полицию. Тут же пресечет действие. Полиция обратила внимание на пылки объятия в подземке только после того, как видеозапись попала в сеть. Причем ее автор профессионально закрыл самые интимные моменты. Поэтому в интернете парочку даже начали защищать. Мало ли, вдруг девушка своему кавалеру шнурки завязывала. Я не знаю, кто это снимал. Когда меня вызвали, думали, что это я снимал. Но это не я снимал. Просто с моего интернета выложили. Неприлично в таких местах этим заниматься. У меня вообще даже и на суд-то было с этой дне ехать. Одни считают, это же личный вопрос испортил нравы. Другие ищут признаки дисфункции. Мол, без зрителей эти голубки уже ничего не могут. А вот сексологи уверены, дело не клиническое. Просто эпатаж или алкоголь. Есть люди, эльгибиционисты они называются, их не так много, которые действительно функционируют только на глазах у других людей. Сексуально функционируют. Но они для этого специально собираются в специальные компании, клубы швингерские. Но к метро это не относится. Подобные выходки на публики вовсе не редкость. С точки зрения уголовного кодекса, обычно они трактуются как хулиганство. Причем мелкое. Ведь никакого физического или морального вреда они не приносят. Максимум портят приличным окружающим настроение. Вряд ли молодым нижегородцам удастся перекинуть вину на Амура, который в столь неожиданный момент поразил их сердца. За любовь в метрополитене им грозит крупный штраф вплоть до полумиллиона рублей. Теребного срока до пяти лет парочке, скорее всего, можно не опасаться. Зато судимость, возможно, научит ценить приватность. Кирилл Попов, Вести, дежурная часть.